Маттоник, ты что творишь? Ты зачем это сделал? Да, еще и лутут делаем. Наш большой будущий завод будет очень большой. Этот завод просто рай перфекционистов. Какой уже вид тут открывается? Да просто обалдеть, ты посмотри. Вы че дергаетесь так? Вы че такие опасные? Да как эта хрень-то работает? О, господи, как это все работает? Как это все работает? Приветствую тебя, мой друг. Ты на канале Генераля. Меня зовут Виталя. Это снова Automation Empire. Наша автоматизированная империя. Игра про эффективность. Что ж, мой друг, в прошлой серии, собственно, мы взяли и добились эффективности. Добились эффективного производства. Быстрой отгрузки, быстрого производства, быстрой добычи. Быстрой науки, хорошей науки, которая у нас еще и дополнительные требования всякие выполняет. И грузим мы, отгружаем уже 4000 с лишним килограмм. Что ж, мой друг, мы, получается, основной как бы цели, сути, даже не цели, нет, цель у нас это 30 тысяч килограмм. Мы основной сути игры, мой друг, добились. А именно эффективности. Поэтому мы делаем вот так. Да, еще и вот тут делаем. Ты спросишь, Генерал Шматонин, ты что творишь? Ты зачем это сделал? Я тебе сейчас, мой друг, все объясню. Во-первых, для того, чтобы не жалеть и долго не сокрушаться над тем, что, ой, блин, тут все так классно работает. Как я это буду удалять? Я решил, что вот начну серию и сразу смаху, так, сразу смаху, возьму и отрежу. Все, удалю. Потому что мне будет сложно удалить, мне жалко такое классное производство. Это потому, почему бы я сразу это сделал без лишних слов? Для того, чтобы вот так сделать и забыть, мой друг. А во-вторых, почему я так сделал, собственно? Почему я вообще удалил? А потому что у нас ровно два варианта дальнейшего развития производства здесь, на этом центральном острове. Наша задача, как бы, объединить все месторождения в какое-то производство, да, и в отгрузку, да. Мы можем это сделать двумя способами. Собственно, это в прошлой серии все я говорил, поэтому кратенько. Двумя способами. Либо в три завода, один большой, да, крупный, и два маленьких. Либо в один большой завод все это объединить. Я решил, мой друг, объединить в один большой завод. Почему? Во-первых, потому что, если маленькими оставлять так, как есть у нас, то, в принципе, нам останется только вот здесь заводик небольшой пристроить, да, под переплавку этого железа и объединение с этим углем в стальные пластины. Собственно, работает-то совсем немножко, но, если мы объединим это в один большой завод, во-первых, это будет интересней, в том плане, что это что-то новое, да, потому что тут маленький заводик сделать, но это сделать то же самое, что мы, собственно, здесь сделали или тут делали. Ну, ничего нового для нас, ничего интересного, по сути. Большой один завод под все месторождения сразу сделать. Это интересно, мой друг, потому что там уже гораздо будет сложнее, гораздо интереснее. Надо будет продумать, как там все сделать, как это организовать в рамках более крупного производства. Нам все равно это на будущее надо. Это, во-первых. А во-вторых, это более эффективно будет, я так полагаю, просто по той причине. Я с паузы снимать не буду, потому что у нас упадут наши эти показатели и так далее. Нас просто в минус пойдем, потому что что-то тут потребляется, но ничего не производится. Эффективнее будет почему? Потому что, смотри, здесь производство это производило, уголь, да, там стоит упаковщик, там стоят печи, там стоят конвейерные ленты, там отгрузка стоит, еще что-то. На этом заводе то же самое все есть. И еще третий заводик тоже с тем же самым будет, да. Но если мы объединим это в рамках одного завода, куда будет весь уголь с этой центральной площадки, с этой центрального острова, да, свозится весь уголь в один чан, я такие большие там чаны, пожалуй, поставлю, не маленькие, будет сводиться в один чан, соответственно, там будет стоять один или два упаковщика, лента конвейерная будет одна, то есть у нас, если в три завода делать, соответственно, у нас на каждом заводе будет лента идти транспортная от конвейерная, от контейнера, от упаковщиков и к печам, да. Тут будет, и тут будет, и тут будет. А в рамках одного завода она будет одна, а не будет их три. Мы экономим по деньгам, мы экономим там по каким-нибудь налогам, да, там вот пишет расходы на электроэнергию, налоговые расходы. Мы на всем экономим, мой друг. У нас игра про эффективность, поэтому надо делать наиболее эффективно. У нас, соответственно, одна какая-то разгрузочная площадка будет, а не три разгрузочных площадки на каждом заводе своя. Зачем? Мы экономим, мой друг, мы делаем более эффективное производство. И, повторюсь, это будет интересней для меня, и я так полагаю, для тебя. Так, что ж, я на паузе приступлю к строительству этого завода. Он где-то будет у нас, вероятно, я его здесь сделаю, да. Ну да, здесь, с той стороны, невыгодно, потому что придется через дорогу тащить все эти месторождения. Тут их гораздо больше, чем, нежели только с одного этого перетащить сюда через дорогу. Соответственно, надо тут еще местечко немножко освободить, мой друг. Я не представляю, какого он размера будет, но я думаю, что он будет очень большой. Наш будущий завод большой. Наш большой будущий завод будет очень большой, мой друг. И я его построю на паузе, потому что я не знаю, сколько времени это займет. Возможно, час, возможно, полтора. Возможно, еще больше. Поэтому я сделаю это, мой друг, естественно, на паузе. Главное, чтобы денег хватило, но денег вроде должно хватить. Так, почему нельзя? А, дроны мешаются. Хорошо. Грузите туда на машину, пусть уезжает. Так, а вы это самое. Я вот с вами вообще вот так сделаю, потому что вы мне тут мешаетесь построить, блин, завод. Потом я вас это самое. Это что потом? А, вообще-то они не нужны вообще. Я их потом вообще удалю. Мы же теперь будем отгружать автомобильными этими самыми погрузчиками, мой друг. Класс, надо еще дорогу сносить. Надо еще дорогу сносить. Нам нужен большой, нам нужен огромный завод. Шел второй день нашей завода стройки, мой друг. Да, ты не ослышался. Я второй день строю этот завод, мой друг. Ты мог подумать, почему серии так выходят с такими задержками, с такими промежутками между сериями. Да потому что, мой друг, огромное количество времени уходит на то, чтобы такие штуки строить. Собственно, я думал, что часа два у меня это займет, но я ошибся. У меня часа два только заняло даже больше двух часов, чтобы правильно здесь завести железные дороги к чанам. И ты можешь, конечно, сказать, блин, ну что тут сложно в этой железной дороге к чанам подвезти. На самом деле, когда не понимаешь, как это правильно сделать и четенько, ровненько, то возишься, возишься несколько часов, чтобы все было четко, чтобы все было ровно, красиво и ничего никуда не сдвинулось. Никакой чан никуда не нужно было сдвигать, ни вправо, ни влево, ни вверх, чтобы все было симметрично, чтобы все вот так было красивенько, ровненько, чтобы все конвейерные дорожки были ровненькие и прямые. На самом деле, этот завод просто рай перфекциониста, мой друг. Мой перфекционист во мне бушевал и требовал, чтобы я сделал все красиво. Я постарался и это сделал. Собственно, у нас получается два чана. Один чан под железо, другой чан под уголь. Здесь даже успели у нас уголь чуть вагонетка привезти, потому что он тут совсем рядышком и там чан переполнен. У нас получается как бы два месторождения к каждому чану подключены. Ну, как бы, вот, каждое месторождение. Тут три вышки, да, я как бы буду, наверное, на будущее называть это месторождением. Вот это вот одно месторождение у нас угольное, да, у нас второе же месторождение угольное у нас вот здесь же, да. Соответственно, два месторождения подключены к этому чану угольных и два месторождения железных подключены к этому чану. Я, соответственно, то дальнее месторождение тоже реализовал. Ты видишь, какие там мосты и всякое такое. Сейчас я все поясню. Всему свое время. Так как по два месторождения у нас подключены к каждому чану, то, соответственно, нам, получается, нужно два упаковщика, чтобы они успевали запаковывать все ресурсы, Которые сюда будут добываться и привозиться Я не знаю, насколько эффективно Не будут ли они друг другу мешаться Эти упаковщики, расположенные на одной конвейерной ленте Но мы это на практике увидим Сейчас они пока выключены Чтобы пустые ящики не производили Чтобы у нас тут пустые ящики не ездили туда-сюда И, соответственно, к каждому чану два упаковщика К этим двум упаковщикам по шесть печей Шесть печей у нас на железо И шесть печей у нас на уголь, мой друг И, соответственно, идет здесь на выгрузку Выгрузку, естественно, будем организовывать уже монорельсами Вот этими вот штуками, монорельсами Вот этими вот площадками для разгрузки монорельсов Я уже немножко так посмотрел на них Просто для общего понимания Чтобы понимать, как мне это что-то строить Как мне делать И вообще, где разгрузку делать с такими монорельсами Значит, такая вот площадка для разгрузки монорельса Представляет из себя такую вот площадку Собственно Я так понимаю, монорельс По монорельсу, вернее, будет приходить Какой-то захват некий, да Который захватит ящик здесь на области Погрузки, да, разгрузки Будет приходить сюда по монорельсу И вот на этой плямбе он будет, видимо, проверять Есть ли там возможность туда сбросить На машину ящик И он, соответственно, будет класть и дальше ехать Пустой вокруг и опять на загрузку Например, да, и они постоянно будут ездить по кругу Вот так загружаться Тут разгружаться здесь Надо будет круговую сделать Возможно, они, кстати, могут и ездить назад То есть, как делают это вагонетки Это надо смотреть То есть, вагонетка у нас доезжает сюда до предела И потом опять возвращается обратно Возможно, монорельсы будут точно так же делать Тогда не нужно им круг замыкать полный Это мы будем пробовать Почему здесь плямбы столько много Меня сначала это очень сильно озадачило Потому что их здесь 10 штук А у нас в машине только 6 ящиков Видишь, вот машина тут заезжает 6 ящиков у нее Но у нее кабина, видишь, еще какое-то место занимает Это, видимо, сделано для того, чтобы Если я поменяю направление движения на этой дороге Например, поставлю выходной туннель здесь А входной для машин здесь Чтобы они в обратную сторону ехали Чтобы мне не нужно было перестраивать всю фигню Потому что тогда, соответственно, с этих плямб будет грузиться в кузов 6 ящиков Да, эти две плямбы, они просто Как бы над кузовом Вернее, не над кузовом, а над кабиной машины будут находиться То есть, видимо, это так реализовано Реально озадачился минут на 5 Наверное, я думал Зачем столько плям? Какой смысл в них? Я что, 10 ящиков смогу грузить? Может, на кабину тоже могут ставить? А хотя, не знаю Может, на кабину тоже, кстати, будут ставить По ящику еще Вернее, еще 4 ящика Кстати, там есть такая площадка на кабине Посмотри Я думаю, тут можно поставить ящик Он будет даже держаться Они вроде медленно ездят машиной Не должен упасть Хотя он, наверное, в туннель не влезет А, он не пролезет в туннель, наверное Да нет, тут есть место Может, может Я думаю, это возможно Ну, не знаю Мы посмотрим с тобой, мой друг Мы, собственно, будем теперь сделать разгрузку тупо монорельсами Тупо этими захватами монорельсами Автоматическими этими погрузчиками Дронов всех я уничтожил Я уничтожил их Эти дронбэи Перенес электростанцию сюда Чтобы у нас они вместе были И заодно работали Потому что, когда они, блин, раздельно Там получаются косяки Это очень неэффективно работает Короче, не буду вдаваться сильно в подробности Но, поверь мне, мой друг Их, короче, надо вообще на будущее Всегда лепить в одном месте Чтобы они были соединены Как бы, ну, как бы Представляли из себя Не каждая отдельную подстанцию А в данном случае они как бы объединены Они представляют из себя, грубо говоря Одну большую подстанцию, да Потом можно третью здесь пристроить К ним четвертую Тут место как бы вроде есть И вполне вот так У нас идет Столбы тут переделал Все электрические эти самые Разводку электричества везде тут И подключил, собственно, дальнее месторождение Железное Это, смотрите, что там Две единицы уже успели произвести А почему здесь таким высоким мостом сделал? Здесь я сделал трехуровневым мостом Соответственно, это вот Вот такие вот На третьем уровне высоты Для того, чтобы Для того, чтобы можно было Туннели здесь размещать Спокойно строить Под железной дорогой Вот здесь Потому что Второй уровень Так, ну это просто Слишком далеко от трубы От предыдущей Вот Короче Сейчас я покажу По-другому Если второй высоты делать Железку То она, видишь, не может Пройти через Трубу туннельную А третьего уровня Спокойно Просто В дальнейшем Здесь у нас Будут выходные трубы Здесь Здесь, я так понимаю У нас вообще тут Навсегда будет область разгрузки По крайней мере С помощью автомобилей Поэтому Кто знает Сколько мы тут Этих труб натыкаем И, видимо Мы со всех территорий Будем свозить Какое-то время По крайней мере Пока не изобретем Какую-нибудь ракету Там или поезд Для Какой-то другой Этой сам Транспортировки Возможно Тоже ракету с поездом Только здесь Можно опять же Запускать Там и так далее Грузить Ну в общем Это я сразу сделал Для того Чтобы не мешалась Нам наша железная Эта дорога Вернее Этот железнодорожный мост Но на самом деле Смотри как красиво получилось Да Машинам Трубам И так далее Еще кстати Прикол с этими Тройной высоты Железными дорогами Они могут проходить Где угодно То есть Она может проходить Над базой Над этими Над вышками Месторождений Так Что-то тут не может Не проходить Я до этого А нет Над вышками Месторождения не может Они слишком высокие А над научными станциями Там Над электростанциями Над чем угодно Кстати они через каньоны Могут здесь приходить Поэтому мы можем В дальнейшем потом Соединять какие-то Дальние месторождения У нас там с отгрузкой Просто с помощью Железных дорог Да И так далее Либо здесь у нас Всегда производство будет А здесь добыча Будет Ресурсы транспортироваться Добываемые сюда А здесь Ну собственно здесь У нас места хватает Полно Тут можно столько Налепить этих вот Огромных цехов По производству Ну вот Вроде все показал Не знаю Может что-то забыл Но это уже значит Не важно Что-то забыл А почему здесь Места столько много Я еще оставил Я долго думал Сколько места оставлять Во-первых Я не знаю Сколько вот эти штуки Сборщики будут Место занимать Я не могу это посмотреть А во-вторых У нас на отгрузку Будет гораздо больше Теперь места Заниматься Чем у нас Занималось Когда дроны Отгружали Почему Потому что Потому что Из того опыта Когда у нас Отгружали дроны У нас выходило Что на каждую Там разгрузочную площадку То есть на каждое Месторождение Вот такое Из трех Добывающих платформ Ну и последующее Производство с него И так далее Нужна одна платформа Погрузочная Для того Чтобы Производство Успевало грузиться На сюда Чтобы не забивалось И так далее Соответственно У нас получается Сейчас на этот завод Стекается С четырех Месторождений Соответственно Четыре Должно быть Разгрузочных Площадки Для этого Всего дела А у нас Есть три Поэтому нам Придется Построить Отдельную Еще дорогу И вообще Я бы Немножко Переорганизовал Я бы Вот эту Центральную Удалил Удалил Да А на следующей Второй Дороге Давай мы Сразу Построим Мой друг Давай мы Сразу Построим И будем Уже Предметно Смотреть Как это Все у нас Получается Так Но я Сделаю Так же Нарасимметрично Да Почему ты Не строишься А там Столб Тебе мешается Но мы Можно на самом деле Это ближе Сделать Нам не надо Так далеко Да Я вот так Сделаю Ближе Соответственно Это я тоже Перенесу Ближе Вот Она собственно Здесь будет Погрузка Монорельса Здесь разгрузка Напротив Отлично Просто Здесь посередине Оставлять Эту Загрузочную Площадку Это монорельс Надо будет Сюда выводить Чтобы он Отгружался Потом Короче Вбок Кто-то ездил А зачем Мы просто Сделаем по прямой Что Монорельс Сюда выгружает А какой-то Едет Сюда выгружает Я так понимаю Надо будет делать Четыре отгрузочных Площадки От То есть Отдельная Отгрузочная Площадка Здесь На каждую Вот эту Штуку Как она там Называется Захват Погрузчик Грузовика Ну я не знаю Я там чуть-чуть Так посмотрел Мой друг Сейчас мы будем С тобой Собственно На этом На всем Разбираться Как это Все работает Ну вот Все получается Красивенько На самом деле Напротив Каждой Отгрузки У нас Остановки И здесь И здесь Вообще Давай Прямо Красиво Красивенько Сделаем Мы это Сделаем Мы это Сделаем Чтобы совсем Было Все симметрично Прямо У нас Видишь Как здесь Вот так Вот так Идет Соответственно Мы здесь Сделаем Так же Вот так Вот так И вот так Все Смотри Сейчас Делаем Туннель Так А почему Ты не строишься Тебе дорогу Надо подвести Все такое Почему Ты не хочешь Строиться Там Давай Построим Тебе Соответственно Вот 4 Отгрузочных Площадки У нас Будет Отлично Как раз То что Нам То что Нам и Нужно Почему Ты не строишься А я Не в ту сторону А все Понял Ты вот так Должен быть Хорошо Будь по-твоему Вот так У нас Получается Нет Я все-таки Сделаю Чтобы вообще Красивенько Все было Чтобы у нас Трубы Тут ровненько Были Вот так Все Я думаю Вот так Это надо Будет Сделать Здесь Высокий Приоритет Очистить Все Включить Железо Здесь Включить Очистить Железо Я сразу Это сделаю Это потом Забуду Здесь Уголь И здесь Соответственно Уголь Так Этот У нас Есть Момент Мой друг Далее Нам нужно Настроить Эти Манипуляторы Так Я их Еще Не Настраивал Так Но Эти Все Отгружать Тут Все Отгружать Вот Эти Надо Настроить Которые Забирают В печи Значит Соответственно Получается Давай Начнем С Последнего Этот Последний Манипулятор Должен Пропускать Один Ящик В Эту Печь У нас Отсюда Загрузка Идет И Ящики Дальше Идут По Конвейеру Соответственно Это Последняя Печь А шестой Должен Беспрепятственно Уйти В эту Печь Чтобы Они Все Время У нас Работали Соответственно Этот Захват Должен Пропустить Один Ящиков Один Себе Заберет Следующий Пропустит В эту Печь Тогда Соответственно Этот Пропускать Два Ящика Для Этой Печи Этот Должен Пропускать Три Ящика Этот У нас Должен Пропускать Четыре Ящика И Этот У начинает работать. Да, следующие пять ящиков он пропускает. Для этой печи раз ящик, два, три, четыре, пять. Да, правильно, а шестой он захватывает, то есть начинается опять цикл новый. Все правильно. Пять, четыре, три, два, один. Старт. Так, один, два, три. Но мы это все посмотрим, как это все будет работать. Я так понимаю, из своего опыта предыдущего заводостроения все должно прекрасно работать. Мы, собственно, так делали, просто не в таком размахе, что ли, не в таких объемах. Так. Собственно, вроде как все. Вроде как все. У нас 600 тысяч денег еще, видишь, мой друг, есть. Так, 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 так. Ну что ж, давай делать мы отгрузку. Давай делать отгрузку. Давай начнем мы отгрузку с того, что вот эти штуки разместив. Вот так. И вот так. Эти вот усы, я так понимаю, это откуда монорельс, куда приходит, уходит. Надо будет еще попробовать, как это все работает. Так, ее надо как-то включать там или что-то. Так, она включена уже. Хорошо. Она уже у нас включена. Так, это площадку выбрал. Да, тут все включено. Все включено, мой друг. Так, соответственно, здесь у нас шести печей идет, да, по этому конвейеру продукция. Нам нужно разделить ее на двое. Для того, чтобы, соответственно, половину ящиков ушло на эту площадку, половину на эту площадку, да. Хорошо. Я точно думаю, что не справится у нас одна загрузочная площадка. Я более чем уверен. С шестью этими печами они будут гораздо быстрее, мне кажется, производить, чем машину успевать тут забирать и так далее. Хотя, не знаю, мы посмотрим. Ну, давай пока разделим на двое. Посмотрим, что у нас получится. Так, я боюсь тут вообще приступать к чему-то, к каким-то монтажам уже. Так, получается, где у нас завод здесь будет заходить? Ну, это, наверное, по прямой как-то будет заходить? Или нет? Оно как-то сбоку чуть-чуть должно зайти. Это я к чему? Где окна бить? Давай мы поступим проще, мой друг. Давай мы поступим проще. Сейчас мы поступим гораздо, гораздо, гораздо проще. Давай мы везде окон набьем. Да и все. И будем уже водить везде, где нам удобно и где нам хочется. У нас же там гигантское производство, мой друг, внутри. У нас же там печи стоят целых 12 штук. Там же жара сейчас будет стоять, ты представляешь, какое? А это будет дополнительная у нас вентиляция, чтобы здесь нашим машинам комфортно было, чтобы они не перегрелись. Пусть вентилируются. Вот такую бы вентиляцию сделали по фасаду завода, да, мой друг? А ты смотри, классно смотрится-то. Смотри у нас, какой уже вид тут открывается. Да просто обалдеть. Ты посмотри, ты посмотри, какой вид у нас открывается. Сейчас еще мы монорельсов тут понастроим над дорогами. Будет вообще видок. Супер. В принципе, даже можно соединить тут, наверное, в одну эту самую, вот я имею в виду, эти отгузочные. А что он не строится? Эй, ты что не строишься? Там нажал, да? Но это тогда она будет пустые проходить через эту, через ту. Да нет, на нет, это, мне кажется, будет невыгодно. Нам получается, здесь в любом случае надо развернуть монорельс. Давай, разворачивайся. Так, развернуть в обратную и ввести в завод. Так, ввести в завод, он в окно не попадает. Зараза. Так, давай тогда ставить эксперименты, мой друг. Меня интересует эксперимент, будет ли он, дойдя до конца, возвращаться обратно. Вот это будет наиболее удобное, мне кажется. Или ему обязательно круг надо делать. Давай мы это простым экспериментом сделаем сейчас, потому что я это не знаю. Так, еще здесь проблема, но здесь опять мешается, опять окно не так расположено, как должно быть. Ага. Так, давай, мы сейчас попробуем все добавить в захват. Так, все включено вроде как. Добавить, что ты из тебя представляешь, захват? Ты представляешь из тебя какую-то клешню. Хорошо. Давай, езжай, я посмотрю, нифига себе они быстро бегают. А, отлично, все, он обратно возвращается. А, ну все, вообще никаких вопросов нет. Хе-хе-хе-хе. И он берет снова ящик, да, и едет туда, разгружается. А, ну все, все просто, мой друг. А я думал, тут по кругу надо замыкать, как-то, чтобы они по кругу бегали. В этом нет смысла, это будет неэффективно. Мы дополнительные, во-первых, рельсы будем строить, тратить на них деньги, потом тратить на их обслуживание и так далее, и тому подобное. И зачем вообще? Они просто будут зад-вперед ездить, как вагонетки. Точно та же система. Так, хорошо. Значит, загрузочная площадка. Да, загрузочная площадка, собственно, здесь тогда и будет. Здесь тогда ее и сделать. Так, сделать может ее даже вот так вертикально, или сделать ее горизонтально. Да, в принципе, можно и так, и так сделать, и без разницы на самом деле. Давай сделаем. Так, я так понимаю, здесь, там я еще смотрел, пока это все строил завод, ну, просто для понимания, что вообще тут, чему. Тут есть такой вот блокировщик захвата. Я так, чуть-чуть его так поставил, просто посмотрел его настройки. Он нам, получается, обязательно нужен будет. Он запрещает прохождение пустых этих самых захватов. Здесь даже по умолчанию сразу стоит, что должно быть минимум 6 ящиков в захватах. 6 ящиков, а, машина у нас уехала в туннель. Вернее, не уехала, я ее, по-моему, удалил, да, когда остановку удалял. Там 6 ящиков на машину у нас грузится, соответственно, то есть по умолчанию сразу стоит, что 6 ящиков. То есть, как это, я так понимаю, будет работать. У нас пустые захваты в эту сторону спокойно пройдут, потому что у него стрелочка сюда, видимо, направлена, да, пройдут сюда. Они разместятся над загрузочной площадкой, да, когда на загрузочной площадке будет достаточно ящиков, ну, то есть они все возьмут по ящику, я так понимаю, и будут ждать, когда наполнится полностью 6, да, тогда эта хрень им разрешит пойти опять сюда и загрузить машину. Они сразу за один раз хлоп, и загружают машину, возвращаются обратно, и обратно уже не едут через этот ограничитель, потому что они пустые, и в них нет еще 6 ящиков, когда 6 ящиков наберется в них, то они, ну, тут 6 захватов будет, соответственно, они едут, загружают машину, я так понимаю, это так будет работать. Горизонтально как? Давай горизонтально разместим. Неважно, на самом деле, как мы здесь все разместим, поближе, чтобы им меньше ездить было нашим этим фиговином. Так, а здесь, соответственно, разделитель на другую линию, да? А здесь сюда разделитель, да? Ну и отлично, все прекрасно работает у нас, и будет работать, мой друг. Так, по конвейер разгрузки, нет, подожди, разгрузки это мы разгружаем на него, нет, погрузки это на него ставят, а тут одинаковое описание, смотри, у конвейера разгрузки, погрузки, я забыл, с которого забирать надо. Дроны могут ставить ящики на этот конвейер, дроны могут ставить ящики на этот конвейер, в смысле? Одинаковое описание погрузки, разгрузки, по-моему, вот этот разгрузки по-моему, нужен нам, с него будет идти сбор ящиков. Так, шесть площадок сюда и шесть площадок четыре, шесть, шесть площадок сюда, Так, этот мы ставим, чтобы он у нас пропускал каждую одну Соответственно, половину мы будем забирать сюда, половину будет уходить самостоятельно туда Так, этот монорельс нам не нужен Здесь надо сделать... А я так не могу, что ли? Да нет, могу я все Все я могу, на самом деле Опа! Так А с последнего будут забирать? Блин, он там в стороне Я не понимаю А, нет, все нормально, он захватит, наверное Это мы узнаем только на практике Мы только на практике узнаем, попробовал Так, и надо вот эту штуку поставить, чтобы они не уезжали туда, пока не загрузятся, я так понимаю Наверное, так работает Включаем его, да Можно направление менять, да, видишь у него С какой стороны он, видимо, не пускает Но я не знаю, вот так он, по идее, должен туда, типа, не пускать, да? Только шесть захватов, шесть ящиков здесь не наберут Тогда они уедут загружать машину Это для того, чтобы они не ездили вперед без толку На это время даже не тратили Так Так, не-не-не-не, захват А, ну хотя пофигу, они должны въехать Как раз сейчас мы проверим, въезжают ли они пустые обратно Шесть Раз, два, три, четыре, пять, шесть Давай посмотрим, как они ездят Так, что-то им не хватает Блокировщик на них никак не влияет Эй, блокировщик, ты почему не работаешь? А, еще кнопку запретить надо нажать, ты понял Нифига себе Так, они не помещаются у нас, мой друг Они здесь все не помещаются То есть, соответственно, он больше занимает Чем эта разбудочная площадка, место Сколько там не помещается у нас? Еще один, два Там надо еще дальше эту штуку продлять Монорельс О, как, блин, все сложно Ну, это, в принципе, как с фагонетками Так, а ну давай Ага, отлично Там даже, похоже, лишнюю я сделал Так, а теперь запрещаем им въезд обратно А, они еще тут бегать будут Вот сюда Так, чтобы вы не бегали тут нигде Хочу последнюю еще удалить А, удалил вместе с этим С захватом, собственно Так, я лишних настроил Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестой Там где-то На этой штуке прямо Хе-хе-хе-хе Вы че? Вы че дергаетесь так? Вы че такие опасные? Так, короче Блин, ну это не очень Я думал, они просто стоять будут Подъедут к нему, да И будут стоять А они тут, короче, дергаются Это они постоянно вот так дергаться будут Подожди, а каким образом Последний заполнится ящиком? Он же сюда не сможет На площадку зайти Блин, смотри, как тут Насколько все сложнее На самом деле Я-то тут думал, блин Блин, я уже забыл Какая там эта самая Хе-хе-хе Так Надо их включить, кстати, да Unload, разгрузки Давай еще продлим Ну как тут все сложно Так, и соответственно Здесь так же надо будет потом сделать Но мы нам сейчас на одной Хотя попробуем Как это вообще работает Нам ресурсы какие-то привезли Ну, в принципе, да Ну пусть еще натаскают Потому что сейчас у нас Очень быстрое производство будет Очень быстрое Так, вагонетки помещаются Все отлично Все четенько Хе-хе-хе Все четко у нас работает, мой друг Деньги идут стабильно в минус Потому что у нас ничего не производится Так, все везде отгружается Так, вагонетки здесь отгружаетесь Да, все отлично Тридцать Сорок Да, окей, давай Включаем упаковщики Включаем упаковщики Нам сейчас на одном монорельсе Хотя бы проверить, как это работает Для того, чтобы понимать Ну так ли делать на стальных Или по-другому как-то это делается Блин, мне это вот не нравится То, что они тут болтаться постоянно Вот это будет Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Вообще не прикольно Так, упаковщики не мешаются друг другу? Нет, не мешаются Там можно еще, я не знаю Четыре поставить упаковщика А, смотри, через один ставят, да? Эта штука успевает насыпать Я еще до этого наблюдал за ней Она вообще не останавливает никак производство То есть, видишь, она То ящики как ехали, так и едут с такой же скоростью Ты смотри Ты видел, что они творят? Они вместе поставят ящики Это момент Смотри, смотри, что здесь будет Ты представляешь, какой перфекционизм? Ты посмотри Сейчас смотри Опа! Тут выгрузка такая же Опа! Опа! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Нифига себе прикольно Ты видел, как все работает четенько? Просто, как часы Ты смотри, здесь то же самое сейчас будет Вот сюда, смотри И выгрузку с той стороны Опа! Опа! Ха-ха-ха-ха! Еще до момента Тут то же самое сделали Ха-ха-ха-ха! Мой друг Нихрена себе Это классно все работает Так, пока я выключу вот эту штуку Для того, чтобы сюда вообще не забирал ничего Нам надо здесь Шесть этих штук загрузить И посмотреть Загрузятся ли они И разгрузятся ли они здесь Вот что нам интересно Хе-хе-хе! Нифига себе! Так Э-э-э-э Я что-то неправильно Наразделал, да? По-любому Почему вы ничего не захватываете? захватываете а этот уничтожение ящика подожди нет все правильно или это погрузочный конвейер блин я забыл какой из них какой но ящики эти не берут фиговины эти значит значит что-то не так значит что-то не так у них настроек нету этих захватов чтобы они что-то захватывали что-то не захватывали здесь на разгрузке у нас стоит уголь на погрузку здесь включено вроде все включено здесь включено правление не важно принципе мой друг да это я туплю вообще капитально просто туплю здесь же вот штуки есть . . . разгрузки захвата точки погрузки захвата собственно этого точки разгрузки значит просто так и сделано сразу блоком таким готовым чтобы чтобы никто не мучился а по идее вообще-то может саму такую штуку надо сделать для пары разгрузки на грозовик такими точками разгрузки захвата да такие штучки поставить кстати даже попробуем сделать с тобой всякие эксперименты ставил думаешь думал может из-за того что тут приоритет для дронов включен поэтому эти штуки не берут так нет 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 уберите эту фигню вообще не постоянно нажимаю ее так мой друг короче все мы правильно и сделали просто яда я туплю как всегда так там ты сможешь заехать наверное так 6 штук 6 штук нам и нужно до оставим этот блокировщик сюда чтобы они не уезжали не загрузившись так запрещаем включаем так и здесь теперь размещаем точка разгрузки . погрузки хорошо хоть здесь перевели правильно а смотри можно и так 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 раз два три четыре пять шесть видишь тут еще специальные фиговины надо это поместить так как они будут забирать они же так не помещаются чтобы сюда заехать все в шестером я не смогут подъезжать так один к другому или как они же много места занимают значит все равно надо им делать какую-то эту избыточное пространство так скажем иначе же 6 все не заедут все шестером а я понял вот да это короче можно так сделать но это будет неэффективно это будет неэффективно у нас здесь больше это площадка здесь лишние эти самые здесь короче надо сделать точно так же как у тут у машины сделано чтобы они как-то по кругу здесь есть ездили и забирали ящики соответственно здесь площадку разгрузки а ее по кругу нельзя сделать ее нельзя по кругу сделать ну или какую-то двойную надо делать давай хотя бы мы так пока попробуем вообще работает или нет так один забрал второй забрал они они могут они могут съезжаться друг другу все нормально видишь получается у нас эти забрали пока полностью не заполнится они эти не станут забирать да так давай посмотрим хотя бы как это работает так это полностью площадка должна закончиться да ну окей ладно заполняйся и почему вы не выезжаете минимум шесть ящиков ну шесть ящиков чего такое так как это блин работает а максимум ноль максимум шесть тогда что не так запретить так 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 мой друг пошла разгрузка это наша первая разгрузка так хочу это они не разгрузились мой мой друг насколько все сложнее то здесь организовано значит надо делать чтобы они все-таки по кругу могли проезжать иначе они это самое начать и не могут разгрузиться последние дачу то и не подумал об этом или хотя бы чтобы они дальше могли здесь проезжать все я понял или хотя бы чтобы они дальше могли проезжать соответственно на насколько дальше на 1 2 где тут так наверное да нет все равно не хватает надо еще и туда расширять на на рельс так наверное тогда и смогут сюда 6 заехать последний тоже погрузит я не понял почему это вот штука не работает так как я думал должна работать ну и должна сейчас выехать у них же шесть ящиков если 5 я сделаю так опять все не помещаются да что ж такое-то господи насколько тут все сложно на самом деле мой друг так это не так то просто все это не поеду сейчас давай мы эту штуку включим да отлично теперь все помещаются короче надо дальше этот продлять еще чтобы они могли туда заехать сейчас на одном этом захвате на одном месте это все отработаем как это все должно работать и потом я на паузе построить остальные так давай запрет с ними запрещать запретить это вообще типа запретить так есть ну надо же отгрузились все все в шестером так но теперь она просто не влияет на них они ездят как хотят куда хотят может стрелочку и не с правильной стороны поставил может вот так надо сейчас он даже а все выехали сейчас по идее если они не за не заполнится все здесь мы в принципе это можем сделать вот таким вот образом уничтожим ящики это много подъезжают так нормально все перестаем уничтожать они сейчас все не загрузится нет они все равно выезжают так как эта хрень то работает блокировщик захвата устанавливает ограничение на прохождение специальных захватов специальных захватов специальные захвата нужны по монорельсу если не были соблюдены задания значения перевозимых ящиков потому что я 5 сделал так сейчас они все не заполнится только 3 заполнился и они поехали эта штука на них не влияет абсолютно никак это фигня какая то получается а господи как это все работает работает что еще нужно что еще нужно я уже все тут сделал может вот так они сейчас наверно не заедут туда они соответственно пустые заезжать не будут как это работает короче я не знаю как этот блокировщик захвата работает он короче не работает блин поэтому не получается все красиво и главное короче будут как-то ездить они и что-то там грузится сейчас вот они загрузятся на блин там два ящика осталось поставить им только они видишь забирают петь и крайние захваты сюда в эту сторону первые ящики по соответственно этим захватом ничего уже не остается пустые площадки даже особо дальше ты не пытаются заезжать кстати значит надо чтобы они заезжали как бы сзади сзади да тогда будет тогда будет все нормально сейчас на паузе попытаюсь переделать правильно сделать к сожалению самому нельзя здесь сделать погрузку организовать без использования вот такой вот штуки самому сделать не получается здесь ящики позиционируются просто по центру там три ящика будет ставится возможно скорее всего даже ставится не будут здесь они вообще будут ставиться как-то там почти ну дано на пол блока только на машину на кузов соответственно тут это не за того что я там как-то ушел как-то там скосил куда-то что-то здесь так как бы сделано разработчиком что сам ты эту штуку не построишь специально так сделано то есть я могу раньше завернуть например да и что и что и куда это я построю да давайте стройся то же самое с этой стороны получается видишь у нас там вот пиктограммка внизу от этого ящика светлого куда то есть показывать ящик будет ставить свежим будет ставиться просто мимо 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 машины здесь он соответственно будет ставиться куда на центр машины здесь с той стороны мимо машины короче нельзя расположить моно рельс так чтобы он здесь вот так вот повернул как сделает как он делает здесь самостоятельно это невозможно сделать только тем средством которое дано разработчикам соответственно это все так не работает а жаль а жаль а жаль значит придется этой штучкой делать что этой штучкой придется делать значит это все тоже удаляем а я все-таки сделаю по кругу для того чтобы они заходили с этой стороны брали по конвейеру и хотя бы сейчас проверить как это все так ли это работает вообще почему ты не ставишь не можешь построить здесь почему тебе эти штуки мешают что это принято сейчас буду опять их строить потому что машина там стоит что ли господи боже мой ты не можешь над машины и и построить да кей удалим машину блин опять опять получается что не так что те это мешается то что тебе здесь мешает не могу построить здесь в смысле что там не так там нет ничего монорельцы что-либо дарить на на все господи боже мой сейчас буду заново их отстраивать теперь блин мешается ей чё там тебе не мешается выдумываешь блин на это самое того чего нету сюда близко так нельзя заводить их я понял давай сделаем вот так по кругу закольцуем сейчас мы просто с тобой мой друг проверим саму правильность вообще такого подхода на этом уже закончим если у нас получится проверить правильность такого подхода так здесь я поставил погрузки видишь здесь даже тоже есть пропустить каждые какие-то там но это не надо нам точно раз два три четыре пять шесть все давайте захватывать давайте работайте блин как положено так 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 нет вы должны в другую сторону ездить вот так вот теперь весь они все шестером заполнились если была бы машина небы разгрузились так они будут по кругу сейчас ездить блин ну честно говоря так себе эффективны они эти штуки не очень они эффективны возможно сейчас как бы стабильно начнет и когда работать будет нормально но пока не очень до их блин если бы можно было штукой вот этой вот останавливать чтобы они тусовали здесь пока шесть не забил хотя в принципе они заберут может их раньше шесть чем машина подъедет опять получится такой же костяк а не машину потом наполовину погрузят на половину не погрузят слушай не очень-то и эффективно эта фигня или что-то неправильно делаю дроны как-то это самое не знаю как-то побыстрее вроде грузили эти кружат 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 хотя принципе сейчас машина подъедет они ее сразу загрузят нет нет они сразу ее не загрузят потому что они блин она пока подъехала не на половину над ней на половину уже не на дней пока здесь загрузится так нифига на они быстрее дронов нифига не работают эти штуки но я короче неправильно что делаю просто да по-любому ладно мой друг правильно мы сделаем с тобой в следующей серии ставь лайк если понравилась данная серия ставь дизлайк если тебе ничего не понравилось подписывайся чтобы не пропустить следующую серию или отписывайся если тебе мой друг это все неинтересно и так как я понимаю серия у нас выйдет где-то накануне нового года то с наступающим новым 2020 годом тебя мой друг или в зависимости от того когда ты будешь смотреть серию возможно уже и с наступившим пусть все плохое останется в прошлом году мой друг а в новом году ждет только счастье и все хорошее добра твоему дому до встречи в следующих сериях в новом году пока мой друг и и и Субтитры подогнал «Симон»